Кто-то провел последние дни масленичной недели дома, кто-то принял участие в народных гуляниях. Но были и те, кто решили проводить зиму по-спортивному. Лыжники-любители Ленинского района в очередной раз, последние в этом сезоне, вышли на дистанцию, чтобы побороться за кубок. Готовить дистанцию для лыжников в эту субботу начали часов с шести утра. Сделать это оказалось непросто. Погода подвела. После прошедшего накануне дождя снег стал рыхлым. Снег тяжелый, тяжело снегоходу. В такую погоду его тоже нежелательно эксплуатировать. Но даже такие капризы природы, как зимний дождь, не испугали большинство лыжников-любителей. Ангелина, к примеру, приехала из развилки. На лыжах девочка стоит не очень давно, но этот вид активного отдыха и спорта ей сразу пришелся по душе. Поэтому она ни минуты не сомневалась, принимать ли ее участие в соревнованиях. Мне, конечно, говорили, останется дома. Ну, просто погода такая плохая, слякать. Я не думаю, что лыж не будет. Но я сказала, что для лыжников нет такой плохой погоды. Забег, состоявшийся в субботу, был посвящен русской масленице. А вообще, этой зимой около шести сотен лыжников приняли участие в соревнованиях самого различного уровня. В этом году было около десяти соревнований, в том числе районные и городские. В каждом соревновании принимало от 50 до 70 человек участие. На дистанцию вышли как взрослые любители лыж, так и совсем юные. Шестилетнего Артема Козлова привез в Березовую рощу папа. Александр, узнав о проводимых лыжных стартах, не смог усидеть дома и захватил с собой сына, дав ему возможность испытать азарт борьбы за победу. Можно сказать, что мы пытаемся с детьми добиться того, что не добились сами. Артем вышел на старт в младшей группе. И первые же соревнования стали для мальчика вполне успешными. Он занял второе место в своей возрастной группе. А вот у Вероники Ямановой есть уже опыт участия в лыжных гонках. Она выходила на дистанцию в конце января. Тогда ее пришла поддержать вся семья. Надеемся. Просто получить опыт на победу, может, пока рано. Старания девочки дали свои плоды. В этот раз ее результат улучшился. В прошлый раз я заняла третье место, а сегодня заняла первое место. Ты довольна? Да. Старт объявляли каждые пять минут. Одна за другой группой скрывались в туманной дымке. Дистанция пролегала по лесу. Ее протяженность составляла от полукилометра до пяти. Путь к финишу был сложен. Чтобы пройти по такому рыхлому снегу, приходилось прикладывать немалые усилия. Тяжело лыжи идут. Липнет снег. Но сожалеть о проведенном в лесу времени никто из любителей активного отдыха не будет. Тем более, что эти соревнования завершили лыжный сезон зимы 2012-2013.